Новые идеи будут поддержаны. В стенах Казанского федерального университета совместно с представителем Комитета Госдумы Российской Федерации Александром Деминым прошло обсуждение законодательных инициатив, направленных на развитие платформы. На заседании мы хотим обсудить такую повестку как технологическое предпринимательство, развитие технологического предпринимательства как в рамках университета, так и в стране. И второй вопрос, который у нас сегодня есть, это взаимосотрудничество фонда Капитана и Казанского федерального университета и в рамках направления технологического предпринимательства в целах развития программы Капитана по профилю предпринимательства. Встреча рассматривалась не только развитие инновационных проектов, разработанных студентами Казанского университета, но и обучение готовых специалистов по созданию стартапов. Сейчас государственная поддержка формирования новых идей как никогда важна, поэтому визит председателя Госдумы Российской Федерации особенно значимый. С первого курса учатся АЗАМ в планировании и развитии компании. Они с первого года делают свои первые стартапы и понимают, что такое MVP, как выйти на первые продажи, как создать бренд и так далее. В рамках второго-третьего курса они в том числе ищут и получают инструменты, как привлечь финансирование, как масштабировать компанию, как масштабировать стартап. И, соответственно, итогом их обучения должен стать полноценный проект, который можно условно продавать и уводить на продажу. Безусловно, обучение предпринимателей должно носить современный, свежий характер, поэтому Александр Демин предложил изменить систему селекции новых кадров. В таком же формате, где полноценная учебная группа в течение всех четырех лет обучается предпринимательской деятельности, это инновационная история. Задачей капитана было как можно больше практических моментов, больше практики включать в основную деятельность. И у нас всегда была такая задача сделать вместо 30 практики 70% теории, сделать наоборот 70% практики и 30% теории. Главным преимуществом такого обучения являются не только знания, которые студент получит в течение обучения, но и уверенность в том, что их проект будет профинансирован. Так Дмитрий Пашин, проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ, предложил свои задумки по развитию данного всероссийского проекта. Создать такую некую систему, и было бы интересно, если бы мы создали цельную платформу. На первую часть у нас есть понимание, наше понимание университета, каким образом задачу развития платформы университетской деятельности, потому что это понимание, перевести на такую более системную, каркасную основу. Запуск обучения планируется на следующий поток первокурсников. То есть уже у абитуриентов 2023 года будет возможность попасть в экспериментальную группу по подготовке новых специалистов в сфере технологического предпринимательства. Анастасия Серебренникова, Аделина Абдрахманова, Фарид Захит Углы, Универ Ньюз.